Дорога на Донбасс. Ярославская группа «Живой звук» отправилась в Донецкую Народную Республику для поддержки местного населения и российской армии. Новый хирургический метод для лечения кист поджелудочной железы. Его начали применять в 9-й больнице Ярославля. Они охватывают множество категорий и групп населения. В областном центре отметили Всемирный день социальной работы. Сцену Ярославского тюза заняли казанцы. В рамках больших гастролей они представят 5 постановок. Сегодня дебют. У ярославских семинаристов теперь свой храм. Домовой. Митрополит Вадим осветил его в одном из первых учебных заведений города. Много золота не бывает. Ярославские фристаллисты заняли лидирующие места российского чемпионата. Первые Илья Буров и Анастасия Прыдкова. Время новостей. В эфире городского телеканала. В студии Константин Пламс. Здравствуйте. Живой звук будет звучать на Донбассе. Ярославцы Андрей Сковородцев и Олег Рика, авторы-исполнители военно-патриотической песни из группы Живой звук, отправились в Донецкую Народную Республику. Для них это уже 11-я поездка. Впервые группа выступила перед бойцами 15-й интернациональной бригады Абхаз в 2015 году. Тогда только освободили Дебальцево. Тогда же завязались дружеские связи. Живой звук вместе с друзьями помогает нашим ребятам, также всем необходимым для жизни. Мы сейчас заедем в Синебратово, загружаемся гуманитаркой. Тушенка, там потом конфеты, макароны, крупы. В общем, сейчас набьют машину очистить до упора. И с Олегом, соответственно, выдвигаемся, планируем где-то. Ну, за полтора дня, я думаю, доберемся на этом автомобиле. Если нам, конечно, позволят, так сказать, быть поближе к передовой, мы, конечно, будем за обеими руками. Потому как поддержка и ополчение для нас – это главная задача. В Синебратово ярославцы возложили цветы к памятнику ветеранам боевых действий и участникам вооруженных конфликтов. Затем отец Сергий, священник храма Серафима Саровского и святителя Тихона благословил земляков. Добавлю, поездку на Донбасс поддержали творческие коллективы учреждений культуры Ярославля. Они записали короткие видео со своими номерами. Кадры, живой звук покажут в Донецкой Народной Республике. И самое важное, наверное, что такое непростое время для нашей страны, для Донецкой Республики, Луганской Республики. Ребята посчитали своим долгом быть там, быть на передовой. И действительно, они не понаслышке знают, что такое, когда свистят пули, когда разрываются снаряды. Но, тем не менее, как бы мы их ни отговаривали, они сказали нам, что мы обязательно должны быть там. Мы обязательно должны выступить перед военнослужащими и поднять их боевой дух. Владимир Путин поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию регионов и лично возглавить их работу. Заявление сделано сегодня на специальном совещании, участие в котором в режиме ВКС принял и Михаил Евраев. Президент анонсировал увеличение всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также минимального размера оплаты труда и величину прожиточного минимума зарплат в бюджетной сфере. Главам регионов поручено принимать гибкие и оперативные решения. Для этого-то и губернаторам нужно, во-первых, создать оперштабы по обеспечению экономического развития, во-вторых, возглавить их. К слову, в Ярославской области штаб по стабилизации социально-экономической ситуации и устойчивому развитию действует с начала марта. Его возглавляет в Рио губернатор Михаил Евраев в составе представителей органов исполнительной власти, бизнеса, общественных организаций, научного сообщества. По официальной информации из Белого дома у региона есть запас прочности, а все взятые спецобязательства будут выполнены. Под Ярославлем погибли более 100 коров. В соседнем муниципальном районе напротив поселка Алексеевское сегодня загорелась ферма. Сообщение о ЧП в региональное МЧС поступило около двух часов ночи. На тушение пожара прибыли 6 единиц техники и 33 человека личного состава. Ликвидировать возгорание удалось только к 7 утра. Пострадавших среди людей нет, однако уничтожены производственные помещения в 600 квадратных метров, а главное в огне погибли 106 коров. Что стало причиной пожара устанавливают оперативные службы. После убийства собаки в Белогостицах Ростовского района полиция возбудила уголовное дело. Об этом городскому телеканалу сообщили сегодня в пресс-службе ОМВД по Ярославской области. Трагедия произошла еще 13 марта. По словам очевидцев, мужчина набросился на собаку с топором. От полученных травм она скончалась в ветклинике, куда ее доставили неравнодушные жители. Сотрудники ростовской полиции проводят следственные действия и устанавливают личность подозреваемого. По одной из версий им мог быть экс-сотрудник ОМВД. В случае доказательства его вины мужчине грозит статья по факту жестокого обращения с животным. Наказание до трех лет лишения свободы. К другим темам выпуска. В Ярославской девятке выполнена уникальная операция. Специалисты больницы освоили новый метод экстренной и плановой хирургии при лечении кист поджелудочной железы. Технология заключается в том, что с помощью эндоскопа в желудок заводится дренаж, который помещают в образование. Жидкость из него выходит в желудок и киста со временем исчезает. Время, за которое это происходит, зависит от того объема, который там находится. Контролируется с помощью УЗИ, КТ, различных методик. Пациент живет полной жизнью, то есть завтра он будет уже у нас готов к выписке, чувствует он себя великолепно. Второй этап после исчезновения кисты – удаление дренажа из желудка. Также при помощи эндоскопа. Раньше для того, чтобы проводить подобные процедуры, требовался надрез на животе. Малоинвазивный метод стал возможен благодаря новому оборудованию, закупленному по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Конечно, эндоскопические методики очень актуальны в наши дни, поскольку они позволяют резко сократить койко-день. Они, конечно, хорошо переносятся пациентами. В этой операции, которая продолжалась меньше часа, участвовал большой коллектив. Это коллектив хирургов, которые обследовали, ставили показания. Коллектив эндоскопистов, анестезиологов, рентгенологов. И снова рекорд по выписанным после ковида. Информацию о ситуации в Ярославской области городскому телеканалу сообщили в федеральном оперштабе. Выздоровевших плюс 3903 и 127893 человека всего. Заразившихся плюс 447 с начала пандемии, 149148. Умерших 4 и 2607 соответственно. Таковы официальные данные по короне в Ярославской области на среду. Между тем, в Министерстве здравоохранения россиян предупредили о том, что новый вариант коронавируса стелс-омикрон может стать преобладающим. Причина – скорость распространения. По мнению министра Мурашко, перенесенный омикрон не обеспечивает надежной защиты от стелс. По имеющимся данным, пациенты, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию, против коронавирусной инфекции имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи стелс. Мурашко также отметил март и апрель – ключевые месяцы в развитии дальнейшей эпидситуации по коронавирусу. И вот еще о сфере здравоохранения. Накануне весеннего равноденствия во всем мире отметят день сна. Его цель – не выспаться, как может показаться на первый взгляд, а привлечь внимание к недосыпам и бессонницам. Систематические нарушения биоритмов снижают работоспособности и делают нас раздражительными. Как с этим справляться, сколько должен длиться здоровый сон и как бороться с храпом? Ответы в четверг в программе «На повестке дня» в гостях у моей коллеги Екатерины Сысоевой, Лариса Державина, врач-сомнолог Ярославской областной клинической больницы. Не проспите. Эфир в 19.20 на городском телеканале. В Ярославле отметили Всемирный день социальной работы. В нашем городе в этой сфере трудится более тысячи человек. Действует 9 учреждений, в их числе 6 центров спецобслуживания. Услугами пользуются почти половина жителей областной столицы. Многодетные семьи, дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями – все те, кто нуждается в поддержке общества. Родион Латышев познакомился с ними сегодня. Одна из самых сложных задач поставлена перед теми соцработниками, которые обслуживают население на дому. Чтобы у подопечных было все самое необходимое, проходить с тяжелыми сумками вынуждены по несколько километров в день. Утро начинается со сбора заказов. У каждого свои пожелания. Но, как правило, в первую очередь хлеб, молоко, сметана. Реже – консервы и овощи. Своих помощников пожилые ждут с нетерпением, а встречают с радостью. Очень хороший у нас соцработник. Я его и люблю. Хорошая. Просто замечательная. Побольше бы таких. Обязанностей хватает – принести продукты, сходить за рецептом и купить лекарства. Помочь по хозяйству. Но самое главное – быть другом, а порой и родным своему подопечному. И здесь фальш недопустимо. Доброта должна идти от сердца. Милосердие, понимание. Всегда надо уважать пожилых. Мы, может, тоже когда-то такими будем. Это труд тяжелый и каждодневный. Причем не только для тех, кто оказывает помощь на дому, но и тех, кто в центрах обслуживания. Социальный работник – это и юрист, и экономист, и медик, и психолог. Социальная работа – это более широкое понятие. И категория граждан, которую они охватывают, она тоже более широкая. Это еще семьи, которые нуждаются в помощи. Часто это неблагополучные семьи, у которых есть проблемы, и которые зачастую не знают, куда пойти, что надо сделать, для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Бесспорно, социальные работники – это те люди, которые согревают других теплом своих сердец. Ну а мы еще согреваемся теплом домашнего очага. Такой рукотворный необычный камин радует посетителей отделения психолого-педагогической помощи Центра соцобслуживания Фрунзенского района. Тепло, прежде всего, он дарит маленьким. Они с удовольствием занимаются здесь в то время, когда родители стараются решить появившиеся проблемы в семье. Профилактика безнадзорности, профилактика семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, семей, которые находятся в социально опасном положении. Мы выходим каждый месяц с патронажем, контролируем, делаем внеплановые выходы. Эти семьи прямо оберегаем. Дети в отделении занимаются с удовольствием. Они могут поучаствовать в викторинах и конкурсах, порисовать на песке, сделать что-то своими руками. Мне нравится сюда ходить, потому что тут интересные мероприятия. Добрые ребята. Я нашла новых друзей и очень хорошие работники. И эти работники социальные, с добрым сердцем и открытой душой, готовые прийти на помощь всегда. Пока-пока. 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 Родион Латышев, Василий Мосин, Денис Кауров. Новости города. Сцена Ярославского тюза на неделю отдана гостям из Казани в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Свои спектакли на ней покажет театр юного зрителя из Татарстана. В Асфише пять постановок и для самых юных зрителей, и для тех, кто постарше. На примерный показ сегодня попала Екатерина Сысоева. Зрительный зал постепенно наполняется малышами, приходит целыми классами. Всем не терпится увидеть новую постановку на сцене Тюза. Кто-то ради казанцев приехал даже из соседних городов. Очень интересный спектакль хочу идти на сцене. И я очень рада, что я в театре. Я очень люблю в театрах ходить. Очень желали дети попасть в портер на первое место, чтобы вот эта атмосфера, которую дают актеры, она перешла еще и на нас, маленьких зрителей. Пока малыши ждут начала, за кулисами кипит подготовка. Дебютной у нас стала постановка по мотивам сказки известного итальянского писателя Джани Радари. Джель Самина в стране лжецов. Народный артист Татарстана Михаил Меркушин – главный злодей. Пират стал самым главным в государстве. И всех заставляет врать. Кто хорошо соврет, тому почет и уважение. Кто скажет правду, того в санаторий. А санаторий – это где лечат от правды. Вот такая история. Что такое правда, что такое ложь, как к этому относиться. Мне кажется, это очень увлекательно, очень хорошая сказка. Ему никуда без шайки помощников, с которыми главный злодей погружает горожан в систематическое вранье. Положительный герой и его друзья, что предсказуемо, будут сопротивляться. Сюжет прост и понятен, тем не менее поучителен. Спойлер – в конце добро победит. Таков исход почти каждой детской сказки. В нашем случае мы становимся на путь к исправлению. На нас расцветают цветы, которые символизируют собой, что мы будем исправляться. В Ярославль из сердца Татарстана артисты приехали вчера. Времени посмотреть город пока не было. Первым делом в театр. Сегодня у нас была репетиция. Мы все, что нужно было, станцевали, проверили расстояние, потому что сцена здесь намного больше, чем в нашем театре. Это классно, но непривычно. Поэтому будем еще также, наверное, импровизировать по ходу спектакля. В выступлении на разных сценах они не новички. В проекте «Большие гастроли» с завидной периодичностью. Побывали в Волгограде, Рязани, Брянске, Уфе. Ярославль принимает впервые. Есть такая традиция. Начинается, как у нас с Волгоградом было, как с Рязанью было. Если мы первый раз обменные гастроли, знакомимся, то это становится хорошей, доброй традицией. И дай бог у нас ярославские гастроли будут хорошей традицией. В этот приезд Ярославль увидит пять спектаклей. Джельсаминов, Стране лжецов, Остров сокровищ, Недоросль, Здравствуйте, я ваша тетя и папа мамология. Гастроли казанского тюза продлятся неделю. Екатерина Сысоева, Василий Мосин, Новости города. У Театральной России есть будущее, и оно в Ярославле. Молодежный фестиваль БТР снова пройдет в столице Золотого кольца с 11 по 17 мая. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщили организаторы. Прием заявок завершился. Сотни участников со всей страны и десятки спектаклей. В прошлом году БТР дал старт Всероссийской актерской бирже. Профессиональный дебют на первой сцене страны высоко ценят молодые актеры. Организаторы фестиваля Театр драмы имени Федора Волкова и Ярославский государственный театральный институт при поддержке Министерства культуры России и правительства нашей области. Форум пройдет в 13-й раз и будет сопровождаться насыщенной образовательной программой, посвященной 60-летию Ярославской театральной школы. Шишигинская такая, мы назвали ее официально, такая программа, обучающая для третьих и вторых курсов. Специально школы, кроме дипломных спектаклей и выпускных курсов, привезут к нам студентов более младших курсов для этой театральной школы. В Ярославле осветили домовой храм духовной семинарии. Чин совершил митрополит Вадим. Учебное заведение в этом году празднует 275-летие. Духовную семинарию открыл священному ученик Арсений в 1747-м. Юбилею посвящены научные арсениевские чтения. Теперь семинаристы смогут проводить службы, не покидая стен Альма-Матер, одного из первых учебных заведений города. Плюсом еще 500 кадровый конкурс «Ярославский резерв» продолжает принимать заявки. В итоге их уже полторы тысячи. Это те, кто оформил анкеты и отметился в личном кабинете. Впереди еще месяц. Сегодня на оперативном совещании в Белом доме глава региона Михаил Евраев, а он и является конкурсным инициатором, заявил, что интерес к Ярославскому резерву высокий. Причем заявки подают не только ярославцы, но и жители других городов большой страны. Возраст претендентов на руководящие должности 25-55 лет, но этот ценз теперь снят Евраевым. Кадровый голод наблюдается не только в сфере управления муниципальными образованиями, но и промышленными предприятиями. Все нуждаются в профессиональных, грамотных, инициативных кадрах. Поэтому это такое очень для нас серьезное направление работы. Сети Ярославля перед стартом дорожного ремонта приводят в порядок. Речь о реализации в областной столице нескольких программ, в том числе национального приоритета безопасные качественные дороги. Сейчас работы идут на улице Урочской у школы 50. Здесь заменят 140 метров трубопровода. Полимер придет на смену чугуну. Срок эксплуатации таких труб 50 лет. В планах закончить ремонт в данной геолокации в конце апреля. Около 70 колодцев канализации мы будем выполнять, по сути дела, параллельно с работами по асфальтировке, когда будет сниматься асфальт. По перекладке работ мы планируем закончить основную массу работ до 1 июня. С прошлого года масштабная работа по замене сетей ведется на проспекте Толбухина. На сегодня готовность 90%. Отмечу, в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ярославле отремонтируют 30 объектов. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения запланирован под 9 магистралями. В целом планируется заменить порядка 8 километров трубопровода. Каждые две недели мы с сетевыми организациями встречаемся. Графики производства работ в том числе мы имеем. И смотрим для того, чтобы последствия подрядчик, который уже будет определен по результатам конкурсных процедур, не затягивалась. Старт работ не был затянут. И если вы организации успели до начала работы именно все сети заменить. И сейчас к спортивной части выпуска. В ней расскажу о фристайле, кикбоксинге и акватлоне. Под Ярославлем завершился чемпионат России по фристайлу в дисциплине «Лыжная акробатика». Он принял атлетов из Санкт-Петербурга, Москвы и области, Башкортостана, Краснодарского края и Красноярского, а также Ярославской области. Сегодня спортсмены выступали в командном зачете по три человека. А накануне за медали боролись индивидуально. За головокружительными прыжками наблюдала Екатерина Сысоева. Она знает, кто стал лучшим. Прежде чем побороться за звание лучшего, нужно еще в финал попасть. Сначала судьи оценивают квалификационные прыжки. У каждого спортсмена по две попытки. Как правило, программа проще. Но даже от таких пируэтов у болельщиков дух захватывает. Посмотрел квалификацию и то здорово. Сейчас лучшие парняги будут выступать. Наверное, будет еще красивее и сильнее. Трамплинчик побольше. И думаю, что будет здорово. В чемпионате лучшие фристайлисты из разных регионов. Всего 22 спортсмена. Ярославский представили 9 акробатов. Среди них член Олимпийской сборной. Братья Буровы, Любовь и Станислав Нечитины, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова. Это и для команды соревновательной деятельности, конечно. И в первую очередь для остальных наших спортсменов российских. Это большой стимул выступать с теми, кто только что был на Олимпийских играх и завоевал медаль. Геолокация Подолина. Традиция. База, зарекомендовавшая себя на международном уровне. Кубок мира в этом году не состоялся. Так что нынешний чемпионат – самое статусное соревнование. Понимая, сколько сил вложено было в этот объект, и на сегодняшний день с учетом погодных условий в центральном регионе России, он является лучшим. И мы из северо-западного региона, из Ленинградской области, перенесли в Ярославскую область чемпионат России, первенство России, финал Кубка России и не ошиблись. В этом году, к сожалению, международный этап Кубка мира не состоялся на площадке Подолина. Но кто бы мог подумать несколько лет назад, что такого уровня соревнований мы сможем здесь принимать. Большая работа была проделана. Как вы видите, что изменился склон. Да, очень много вложено сил и сердца для того, чтобы сделать это все на нужном уровне. Если в городе снег уже отступает, то здесь пока царствуют. Создавали искусственно. Трассу подготовили согласно всем международным стандартам. Соответственно, и выполнять здесь можно самые сложные прыжки. Например, уровня Олимпийских игр. Свою Олимпийскую программу выполнил бронзовый призер игр в Пекине Илья Буров. Один из самых сложных прыжков отработан в совершенстве. Лучший результат предсказуем. Вместе с ним пьедестал поделили брат Максим, второе место и Станислав Никитин, третья. У девушек победительница тоже Ярославна. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Прыткова. Все удалось, но сначала, конечно, в квалификации, когда были две попытки, сгибала ноги. Но прошла в финал и уже в суперфинале показала все, что могу. У нас был сезон очень сложный, так как мы готовились к Олимпийским играм. И за счет этого он очень был насыщенный. Во второй день выступают командами. От Ярославской области их три. По итогам разыграют не только медали, но и места в сборной России. После у фристалистов долгожданный отдых. Вот только сильно расслабляться, ну никак нельзя. Ребята должны прийти на первый сбор после майских праздников. Но они уже должны прийти подготовлены. То есть и в весовых критериях своих, и в физической форме уже. То есть они должны не упускать себя, так скажем, в физическом плане. И если для взрослых сезон завершен, подрастающему резерву надо трудиться. Сразу после чемпионата России в Подолино первенство страны среди юниоров. Екатерина Сысоева, Василий Мозин. Новости города. Никита Арсеньев и Ольга Ильиная завоевали серебряные медали по кикбоксингу. Ярославские воспитанники Центра физкультуры и спорта «Медведь» приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы. Серебряные призеры выступали в дисциплине «Лоу-кик». Участники провели спарринги на ринге и татами. На турнир в столицу России приехали 800 атлетов из разных уголков нашей страны. В Ярославской области сформирована сборная региона для участия на всероссийских соревнованиях по акватлону. Информацию городскому телеканалу сегодня сообщили в Белом доме. Этот вид спорта включает в себя плавание и бег. Напомню, в бассейне «Лазурный» и легкоатлетическом манеже прошел чемпионат и первенство региона по акватлону. По итогам состязаний отобраны 16 лучших атлетов. Они выступят от Ярославской области на всероссийском этапе. Он пройдет 1 мая в Курчатове Курской области. Теперь к погоде. В ближайшие дни в Центральной России, по Волжье, на Урале и в Западной Сибири установятся аномальные морозы. Всему виной надвигающийся мощный антициклон. Для марта температуры будут очень низкими. Аномалия составит 7-10 градусов. Что в Ярославле с прогнозом на четверг в эфир новостей выходит моя коллега Ольга Муравьева. Здравствуйте, с вами Ольга Муравьева. В четверг в Ярославле на протяжении всего дня будет облачно, но без осадков. Подробности далее. Немецкая посуда премиум класса. Эксклюзивный представитель компании WMF в Ярославле. Магазин «Керамика». Улица Депутатская, 11. Телефон 30-85-27. Ночью в четверг в Ярославле облачно, без осадков. Температура минус 13 градусов. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 774 миллиметра штутного столба. Днем в четверг в Ярославле облачно, с прояснениями, без осадков. Температура плюс 1 градус. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 774 миллиметра штутного столба. С вами была Ольга Муравьева. До встречи на городском телеканале. Через мгновение на городском телеканале полный метр в поисках золота. Пара с бедственным финансовым положением находит координаты GPS, которые должны привести их к украденному золоту. И чтобы пересечь труднопроходимую снежную глушь и вернуть монеты, им приходится связаться с таинственными автостопщиками. Приятного просмотра. У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале. В студии работал Константин Плампс. Хорошего вечера и до встречи в эфире.